Семи мильными шагами я изучаю комиксы Бабу. После средней красной фурии и годного писобоя пришло время обратить свой взор на вроде бы лучшую серию не очень любимого мной издательства. Приветствую на канале, это Тим История Игоря Грома в двух домах. Серия стартует с рисунка Тарасова, который, насколько я помню, в фурии был неплох, но женщины у него шлюховаты. Таинственный убийца избавляется от сына прокурора безнаказанно сбившего детей. Молодец! Майор тут же по фотороботу делает вывод о том, что преступник, мол, избавляет город от метафорической болезни, злоупотребления власти, безнаказанности преступников и коррупции. Важно сказать, что герой гений. Он знает все обо всем. Идеал. Умный, смелый, храбрый, сильный, неотразимый, не подкупнут. Типичный дядя Степа персонаж без недостатков. До определенного момента, конечно. Это безусловно плохо. Шерлок без минусов. Это чит. Игорь Бэтмен с характером Супермена. Даже свой сайдкик, юный и наивный Дима, имеется. Конечно же, ГГ не всегда следует правилам, но при этом не переходит черту. Идеально, опять же. Но до определенного момента. Любовный интерес тоже появляется сразу. Репортершись весьма внушительными формами, все понимающая. Добрая, без недостатков, то есть абсолютно скучная и пустая. Когда показывает, что некий прапор, избивший людей на митинги, возмутил общественность, и люди порадовались его смертью, хочется спросить. Серьезно? У нас таких тысячи не только избивающих, но и убивающих людей, пытающих, насаживающих на бутылки, издевающихся так, что несчастные потом записывают видео для родственников и сводят счеты с жизнью, не выдержив унижений и боли. А уж о том, что с людьми делают на Кавказе и говорить не хочется. А тут у нас один прапор и уже резонанс. Это комикс, можете сказать вы, но если он затрагивает темы, связанные с реальными событиями, пусть отвечает за это. Но в то же время тут есть депутат, бывший чемпион по боксу, который ведет себя как конченая скотина. Что ж, Баббл вроде бы проезжается как по власти, так и по всем не согласны, но это не совсем так. Имеется тут свой Павел Дуров, который не хочет сотрудничать с властями и удалять группу чумного доктора в соцсетях. Все мы помним, что прототип из реальности лишился своей компании из-за принципиальности. В итоге все отошло к более лояльному «нет-нет-нет, он вовсе не преступник». Вы что, не-не-не, это все компот, лайк, шеру, али-шеру. И тут слишком часто упоминают несогласную с властью копию Дурова. Догадайтесь, почему же все именно так? И снова нам показывают толпу, которая протестует, и журналюк, который народ лишь будоражит. И, и, наш народ не способен на бунт в принципе. Единственные провокаторы и всем известные пропутинские подонки и сербы не несут никакой ответственности. Да, в Громе пару раз негативно высказываются о власти, но это все разговоры уровня. Ну да, воруют. Но другие придут и тоже будут. А эти хоть наворовались, ничего не изменится. Все, кто против Кремля, агенты Газдепа, тупая школота, бла-бла-бла. Что ж, от издательства, чьим владельцем являются кремлевские пропагандоны, новые не ожидалось. Третья жертва доктора, врач онкоцентра. И снова, не верю. У нас в стране из-за дегенеративных законов больные раками ежегодно и массово выходят из жизни. Ибо не в силах терпеть физическую боль, а достать обезболивающее очень и очень сложно. Тем более, существует лимит на отпускаемые лекарства, и даже если они нужны, сверх ничего давать нельзя. И что-то кто-то пока не идет мстить чиновникам из Минздрава. И, конечно же, злодеем оказался Павел Дуров. Серьезно? И это не истинно народный мститель. А очередной психопат, который убивает своих подельников, а не осуществляет хоть что-то похожее на социальную справедливость. И меня чуть не вытошнило от ощущения омерзения, когда в комиксе появился канал LifeNews. Один из самых поганых рупоров путинской пропаганды. Даром, что хозяин тот же, что и у Баббл. Дабы вызвать максимальное неприятие у читателя, даются намеки на гомосексуальные наклонности Ду... Простите, не Дурова, Разумовского. Восхищающегося телом громом, в том числе и его членом. Почему бы и нет? Первая сюжетная арка «Майора Чумный доктор» не вызывает у меня ничего, кроме отторжения. Ну да, рисунок ничего, впрочем, как и у всего комикса. Тарасов сойдет. Ким и Русь хороши. Арт нового для меня художника Баббл Юлии Журавлёвой отдает мангой в меньшей степени, нежели Ким. И находится примерно на том же уровне исполнения. Чуть реалистичнее, разве что. Появление Петровича, к счастью, весьма редкий. В ходе следующего сюжета Игорь останавливает злобных ирландских террористов, работающих на электрозлодея, который уже известен по Красной Фурии. И как-то рандомно. Ах да. Героя подставляют, несколько раз арестовывают. Но на все это забивают, благодаря Деус Эксмахине в лице начальника Красной Фурии. Третий сюжет связан с онлыми банкирами, преступниками из 90-х, бандой диснеевских принцесс. Появляется женщина, которая не хочет, чтобы гром помешал ее полицейской карьере, предлагающей перебихнуться, да он снял напряжение и не был таким активным. Эх, Баббл, Баббл. Все-то у вас, женщины, шлюхи. По заветам Фрэнка Миллера. И угадайте, опять же. Речь идет о банде, в которой три девушки. Внезапно появляется подозрительная женщина-коп, которая расследует это дело. Ага. Это детективный комикс? Кстати, первая женщина избавила рисующая посредственно, Екатерина Минабда. Прошу прощения, если неправильно поставила ударение. В следующем сюжете Кул Хацкер убегает параллельно. Оказывается, что у Дурова раздвоение личности, и теперь он преисполнил решимости отмстить Грому. Свежо, нечего сказать. А знаете, что странно? Почему-то в кошмарных снах Грома появляется тот же самый воренообразный образ Чумного Доктора, что и видит сам злодей. Чему-то можно объяснить. Халтурой, конечно же. Злодей, видя поступающий кроссовер Время Ворона, снова попадает за решетку, при этом убив целую толпу малознакомых нам друзей Грома и его возлюбленную. Трагедия, печаль. И нет, это ж Терминатор, не человек. Потому на протяжении комикса, через пару часов после получения тяжелых телесных, герой рвется в бой без каких бы то ни было последствий. Дело связано с похищением детей. А коль скоро кроссовер, значит все ведет к Богу Ворону. Кстати, я ранее не упоминал Нину Бакуеву, как художника Бабл, ибо она появлялась лишь в парочке номеров. Неплохо. Вот и все, что я могу сказать. Тем вот Маргарита Каблукова очень не очень. Далее следует заключительный весьма унылый сюжет, по результатам которого Грома отправляют в психушку. И пора переходить ко второму тому. На смену Габрилианову, как к основному автору, приходит Алексей Земский. Первый сюжет посвящен Максу Пейну и черным риэлторам. Гром без работы, на таблетках, теряет память, сходит с ума. Димон помогает по мере силы в номерах Грома, небольшие истории об этом безликом персонаже. Второй сюжет связан с охотой на бездомных. Но все это часть одной большой истории о некой странной группе людей, связанных с мистикой. Потенциал имеется. Главный герой перестал быть умным и раздражающе всезнающим. Слишком уж он тут карикатурно на самом дне. Но пока интереснее, нежели первый том. Что ж, я снова удивлен. Гром вроде бы лучшая серия бабок. Еще одна причина не слушать никого и делать выводы лишь самому. Вы вольны заниматься тем же самым. Я специально уделил внимание всем сюжетным аркам, дабы мое мнение было наиболее объективным и обоснованным. Комик стартует с явной неприкрытой пропагандой, затем унылая арка с терактами в Ирландии, даже кроссовер никак делу не помогает. Герой вроде бы испытывает страдания по поводу смерти близких и возлюбленной, но тут же на смену этого приходят кошмары из-за встречи с древним злым божеством. И тут же на все это накладывается эффект таблеток, в итоге размывая общее впечатление. На фоне всего этого Игорь подсаживается на лекарство? Нет. Становится алкоголиком, переживая худшее время своей жизни? Нет. Он лишь иногда ловит глюки и перестает быть гениальным. Это не сломленный персонаж, а кто-то, наконец, реагирующий на все происходящее, как нормальный человек. Вот и все. Нижний комикс почти всегда хорош, но за этим кроется весьма посредственное наполнение. Даже фури временами было читать интересно. Тут нет ни одного по-настоящему живого персонажа. Я не говорю о клише, никакой детективной части, и, быть может, если вы в своей жизни никогда не читали детективов, не смотрели соответствующие фильмы и сериалы, то, быть может, вам, майора, после Игоря Гром зайдут. Но детективный жанр, мой третий любимый, ничего хоть сколько-нибудь нового или оригинального тут нет. Более того, никаких загадок или настоящего расследования. Выстраивание логических цепочек, лишь мгновенные озарения временами. Я не буду говорить о массе самоповторов и непоследовательности. Выражусь дипломатично. Комикс на очень большого любителя. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание и пока.